Вы слушаете Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов, лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем здравствуйте, доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день. Добрый день. Вот буквально на днях смотрел очередной фильм «Квартета и обратная связь». Я себе обратил внимание, насколько ловко они как-то переключились от момента «Мужское-женское», где вот о чем говорят мужчины, у них были фильмы. Они перешли к скорее, вот мне кажется, оседлали конька вот таких возрастных кризисов. Потому что как раз-таки вот оказавшись уже, может быть, там в возрасте 40+, участники этого «Квартета» начинают обыгрывать вот типические такие вот, может быть, размышления, страхи мужчин перед старением, взрослением, каким-то изменением своего статуса. Вот я так понимаю, что сегодня мы затронем в том числе и эту тему в среди возрастных кризисов. Мы затронем эту тему достаточно избирательно. У меня есть на самом деле две темы. Потому что, ну, кризисы возрастные – это вечная тема и невероятно многообразная. Есть тот самый загадочный кризис среднего возраста. Остается только определить, что такое средний возраст. Как Бальзаковский, например, он тоже, да, очень сильно так это… Потому что, похоже, у многих кризис среднего возраста – возрожденный. Он всё время происходит почему-то. Сравнительно недавно люди вообще начали задумываться о возрасте. Например, по крайней мере, в моём детстве, что такое подросток с его какими-то особенностями и так далее, сами подростки не знают, что у него в особенном возрасте. Им никто про это не рассказывал. Вот нынешние подростки, хорошо, потому что они подростки, что у этого есть свои особенности, что иногда, правда, этим бесстыже пользуются и пытаются списать всё. Но, в общем-то, когда человек понимает, что он находится в определённом возрастном отрезке, с ним связаны определённые особенности, и благодаря знанию, пониманию этого можно лучше понимать себя, а главное – понимать, что через какое-то время это как-то закончится. Это уже плюс. Мне кажется, это то, что сейчас психологические знания больше пошли в массу, и во многом это полезно. Да, и отношение вообще к возрасту изменилось, потому что я помню, гуляла по интернету вот скан газеты «Правда», где объявлялся съезд старух-колхозниц, и речь шла о женщинах, начиная от 45 лет. То есть, в начале века, XX века в России, в принципе, считалось, что уже старухой становилась женщина, достигнув 45-летнего возраста. Сейчас это совершенно кажется невероятным. Тоже об условности возрастных кризисов и границ. Если говорить о кризисах среднего возраста, недавно я прочёл очередное исследование, где очередные учёные, по-моему, американские, вот раз в ней британские, пришли к выводу, что наиболее болезненным периодом в человеческой жизни является возраст около 50, где-то от 46 до 53. Они это обосновали следующим. Во-первых, тем, что к этому возрасту, с одной стороны, ты уже чего-то достиг достаточно многого, и этот возраст был близок к некоему уже пику достижений. То есть, после 50, по их мнению, вряд ли ты, и, наверное, об этом есть доля истинная, вряд ли ты совершишь принципиальный скачок в своих достижениях. С другой стороны, это возраст, когда в каких-то семьях дети уже взрослеют и уходят, и люди остаются наедине со своими супругами и работой, и думают, что им делать дальше. С третьей стороны, и это в чём-то понятно и близко, это тот возраст, когда есть тело в районе 50, обычно дети ещё достаточно нуждаются в твоей поддержке, то есть, они некая твоя ответственность и в какой-то степени тревога и забота и так далее. С другой стороны, твои родители уже старики. Им уже обычно хорошо за 70, и даже по нынешним временам это достаточно пожилые люди своими проблемами здоровья, и в общем-то они тоже становятся в какой-то степени твоей ответственностью. И вот этот вот интересный возраст, когда ты вдруг обнаруживаешь, что на тебе очень большое количество ответственности, на кого ты можешь возложить свои проблемы, кому ты можешь поплакаться в жилетку или обсудить, тогда это большой вопрос. Есть люди, у которых достаточно тёплые отношения в семье, когда супруги могут друг с другом это обсуждать, есть люди, у которых это близко, это близкие отношения с друзьями, которые тоже могут поговорить, но в общем-то с друзьями тоже можешь выговориться, вы можете обменяться мнениями, пожаловаться или похвастаться друг к другу, но это тот период, когда ты ощущаешь вдруг, что ты оказался именно в терминах ответственности в достаточно одиноком и таком, в кавычках, привилегированном положении, потому что все смотрят на тебя и все чего-то ожидают от тебя, и дети от тебя ожидают заботы, поддержки, и родители от тебя ждут, не говоришь о тех, у кого сохранились ещё бабушки, дедушки, но возраст, что редкость, конечно, большая, вот, и это такой кризис, который люди должны проживать. Общего рецепта для этого кризиса нет, он очень сильно зависит от того, что какой ты и каким ты подошёл к этому возрасту, и, наверное, насколько ты близок сам с собой, насколько ты можешь быть откровенен сам с собой, это вообще большой талант быть собой откровенным, причём откровенность с собой не стоит путать с… И да, человек, когда говорит о себе, находясь в каких-то депрессивных настроениях, жизнь моя – полное бедствие, я старею, я буду болеть и умру, все на мне, мне не передохнуть, вообще ничего хорошего в ней не вижу. Человек, конечно, может считать, что он с собой откровенен, на самом деле его мысли окрашены даже депрессивный фон, у которого зачастую нет никаких оснований или нет такого количества оснований. Вопрос откровенности с самим собой – это, мне кажется, в любом возрасте тот навык, который стоит практиковать до глубочайшей старости. Вот этот кризис 50-летнего возраста, с одной стороны – да, а с другой стороны – это, когда мы сейчас видим людей куда более преклонного возраста и ходят на курсы танго, которые занимаются всякими интересными вещами, когда в те сказочные времена, когда еще люди ездили путешествовать, наверное, мы еще это помним, самолеты, особенно из всяких западных стран, были переполнены бодрыми старичками. И экскурсии, бродящие по разным городам, были бы тоже полны людей, которым, в общем-то, не меньше, чем 70, а то и побольше, и они вполне себе бодро странствовали по миру. Потому что в какой-то момент, когда тебе около 50, взгляд на таких старичков как-то утешает и взбадривает. Ну, это такое, я думал, что это то, о чем как раз стоит задумываться многим людям в районе 50, что со мной сейчас происходит. На самом деле я погребен под горой ответственности, или в моей жизни что-то еще. И зачастую, особенно у мужчин, это сохраняется. Сейчас это уже не так, но раньше опыт психотерапии, женщины приходили охотней, а мужчины, приходящие на терапию, раньше было как такой, ну вот, вырвавшись из боя, весь израненный, который уже совсем плохо, он приходит и без силы рушится с вами, спасите меня. Сейчас, кстати, уже не совсем так. Мужчины приходят и в более молодом возрасте, и более осознанные и так далее. Но, наверное, этот возраст 50 лет, это, повторюсь, не задерживаться, это вопрос откровенности с собой, это вопрос осознания, это чувство тяжести и страданий, насколько оно объективно, это вопрос откровенности с собой, с близкими людьми, потому что дети достаточно большие, чтобы быть с ним откровенными тоже, потому что и родители тоже. И это вопрос, опять, более-менее слово, осознанность, то есть наступление кризиса, встает вот эти вопросы, так кризис – это иллюзия кризиса, мы часто путаем реальность с иллюзиями, вот здесь это очень часто возникает. Но вот следующая часть нашей беседы, мы перейдем куда более зрелому возрасту, за 70 и далее. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, я напомню, телефоны в нашей студии, вот если вдруг захотите присоединиться к разговору, может быть, задать вопросы, поделиться своими какими-то впечатлениями, мыслями, размышлениями, то, пожалуйста, welcome. Еще где-то в 80-х годах прошлого века группа ученых наблюдала за обитателями домов престарелых. Это были психологи, ученые, они их наблюдали, и не только психологи, это были нейрофизиологи и так далее. Они общались с людьми в возрасте, среди них были люди, кто-то был с деменцией уже, кто-то с паркинсонизмом, кто-то в общем был в достаточно хорошем интеллектуальном состоянии. И когда, к сожалению, эти люди рано или поздно умирали, наблюдали за результатами вскрытия. И с интересом обнаружили, что зачастую те люди, которые вроде бы абсолютно сохранны, интеллектуально активны, с хорошей памятью, с хорошими социальными навыками и так далее, их мозг на вскрытии демонстрировал все изменения, свойственные запущенному Альцгеймеру, запущенному слабоумию. То есть структура мозга была уже настолько изменена, что, по идее, впору было бы ожидать, что этот человек будет с деменцией, с грубыми нарушениями памяти, интеллекта и так далее, и так далее. Казалось, что нет. И ученые начали задаться вопросами, в чем же дело, почему разные люди по-разному стареют и по-разному реагируют на изменения структуры мозга. И появился такой интересный термин – когнитивный резерв. Когнитивный резерв – это способность нашего мозга справляться с нарастающими изменениями. Вопрос самым разный. Это могут быть нарушения постинсультные, это могут быть нарушения сосудистого характера и тому подобное. Это могут просто быть изменения возрастные. Но тот самый когнитивный резерв – это тот ресурс, который помогает людям справляться, компенсировать эти изменения и адаптироваться к ним. И дальше возник следующий интересный вопрос. Этот когнитивный резерв – понятие «врожденное», то есть каждому от природы вот отведено такое-то количество, и всё, и как это уже дальше от судьбы. Или это можно менять по ходу дела. И к общей нашей радости и оптимизму выяснилось, что когнитивный резерв можно наращивать, можно его, грубо говоря, упражнять и тренировать на протяжении всей жизни. То есть надо готовиться к старости с молодым? Да, это понятно, что не надо готовиться. Если совсем примитивно это описать, есть клетки нашего мозга, нейроны, между ними есть соединения, синапсы. И когда мозг работает, по синапсу проходит сигнал от одной клетки к другой. Так вот, чем больше наш мозг задействован, чем больше он работает, тем активней структура мозга, тем активнее работают эти клетки, и тем больше у них возможностей. Более того, есть такие отростки нейронов, задействованы в процессе дендриты, и чем больше задействован мозг, тем больше способностей работы этим дендритом, и от них зависит такое качество, как пластичность мозга. То есть пластичность – способность к переменам, адаптационные вещи. То есть задействованный мозг очень… Ну, больше-то так же, как мы, упражняя свои мышцы, замедляем процесс старения. То же самое происходит с мозгом. По поводу мышц давно уже известно. Начиная с определенного возраста, или, по-моему, после 45, у нас начинает атрофироваться мышечная масса. В среднем, где-то я читал, на полпроцента в год. То есть если наши мышцы не задействуют, если они не работают, то в итоге мы видим людей, у которых слабые руки, слабые ноги, которые на много своих сверстников, которым трудно долго ходить, которые затрудняются, легко встать из кресла и так далее. Кстати, не так давно было установлено, что есть простые вещи, которые прогнозируют риск наступления ранней смерти. Например, было установлено, что сила рукопожатия человека в преклонном возрасте и то, насколько он легко способен встать из кресла без помощи рук, это тоже какие-то факторы, которые имеют прогностическое значение для долгожительства. Чем больше у тебя физических сил, тем больше у тебя возможностей прожить дольше. Очевидно, что-то похожее актуально и для нашего мозга, и для старости. Что обычно характерно, к сожалению, для людей в возрасте? То, что мы называем ригидность, негибкость. То есть люди становятся негибкими и физически, наши суставы более закостенелы, наши связки становятся жестче, нам легче травмироваться и так далее. И также эта ригидность относится зачастую к нашим когнитивным, интеллектуальным функциям. То есть, нам остается труднее воспринимать и запоминать новую информацию. Но остается труднее менять систему наших взглядов и убеждений, даже если появляются какие-то новые факты, информация, которые пока почему-то мы ошибались, картина мира может быть или совершенно другой, или намного шире. То есть, вот эта привычная колея, она куда спокойнее. Как мы знаем, что такое тревога? Тревога – это страх перемен. Тревога – это ждем, чтобы перемены от них будут только хуже. Вот пожилым людям, к сожалению, часто и не очень пожилым, намного комфортнее в привычном предсказуемом мире. Что такое привычный предсказуемый мир? Один любимый какой-нибудь телеканал или любимый ресурс в интернете. Это одни и те же люди вокруг, это одни и те же занятия, твоя любимая работа. Не знаю, у кого-то это огород на даче, у кого-то еще что-то. Литуал действий, которые выполняются. То есть, жизнь изо дня в день повторяется, жизнь изо дня в день предсказуема. И раньше считалось, что да, ну, такова старость, и к старости становишься таким малоактивным, и, в общем-то, как повезет. Вот пошли все эти новые исследования, которые стали демонстрировать, что тот самый когнитивный резерв может быть изменен в течение всей жизни. И что это значит? Он требует упражнения. Ну, понятно, что мы еще и говорим о здоровом образе жизни. Мы говорим о правильном питании, о контроле за своим здоровьем, о контроле за уровнем холестерина, сахара и прочих вещей, и за лишним весом, потому что все это само по себе влияет на наши сосуды и кровоснабжение мозга и прочих органов. То есть, если все это запущено, куда сложнее справляться с этим. но то, что мы точно можем делать, это как бы сказать, раскачивать себя, вылезать за рамки этой колеи, давать себе новые навыки. Люди, которые регулярно ходят в спортивный зал, они знают, что, если у меня с хорошим тренером, тренер говорит, что нельзя делать постоянно одно и то же. то есть, есть какие-то базовые упражнения, но есть какие-то регулярные перемены, когда, если твоя мышца уже привыкла к определенному однообразному виду нагрузки, она перестает на него реагировать. Тебе надо хоть как-то стараться ее обмануть, хоть как-то создать для нее стресс, чтобы она снова была под новой нагрузкой и, соответственно, развивалась. то же самое происходит с нашим интеллектом, с нашей памятью, с нашим мозгом в целом. Новые вещи. То, что в этом пишут везде, кто-то обмахивается, кто-то старается это примитизировать, то, допустим, надо решать кроссворды. Если ты будешь решать кроссворды, то твой мозг будет упражняться. Это до некоторой степени миф. Лучше, конечно, решать кроссворды, чем ничего, но кроссворды тренируют опять только одну область твоего мозга, только одну когнитивную сферу. Если это происходит снова и снова, одно и то же, то ты опять стагнируешь, ты опять в колее. Тем более, что и слова повторяются через какое-то время, и понятия, то есть ты как будто мы все равно... Что стало факторами, которые позволяют нам наращивать свой когнитивный резерв, или, по крайней мере, не давать ему снижаться. Хотят, наверное, наращивать – хорошее слово. Новые навыки, новые стратегии подхода к себе, новая пища не только для ума, для ума, для тела, для чувств, для чего угодно. Но, если говорить о навыках для ума, один из самых бесспорных факторов, которые действуют, это новые языки, изучение языка, которое возможно в любом возрасте. Но давно уже отмечено, что человек, который владеет одним языком, человек, который владеет двумя языками и более, полиглоты находятся в выигрышном положении. Их риск наступления деменции намного ниже, их мозг более жив, более активен, более способен. Новый язык – это вообще немножко новый подход к миру. В каждом языке заложена какая-то своя изюминка, и ты воспринимаешь возможность даже слышать и выражать свои чувства, и слышать другого человека все это по-другому, в другой системе знаков, ценностей и так далее. И это уже тренирует твой мозг. Был проведен эксперимент тоже, где взяли две группы. Одни люди – это были юноши, которые учили языки где-то в возрасте школьном, 14, 15, 16 лет. И была группа людей, которые учили языки, им было за 60, 65 и выше. Они потратили определенное время, потом провели определенные исследования психологические, делали магнитный резонанс мозга и обнаружили, что при всей разнице в возрасте было что-то общее, и уж точно у обеих групп было преимущественно теми, кто изучение языков себя не посвящал. то есть языки. Дальше любые другие навыки. Даже часто то, за что вечно пинают подростков – компьютерные игры. Компьютерная игра – это тоже абсолютно новый навык, это абсолютно новый подход к миру. И мозг снова задействуется, и по-новому работают синапсы, по-новому работают связи, становятся новые и новые связи в мозге. Кто-то интересно сравнил мозг с городом, в котором есть определенные вещи, дома, где люди живут, почта, телеграф, магазины, городская ратуша и так далее. Есть дороги, улицы, переулочки, которые все это связывают. То есть они не постоянно задействованы, но наличие сети этих дорог, улочек и переулков очень важны. Мы можем задействовать при необходимости, можем иметь маршрут, мы можем, если где-то какая-то улица блокирована, пробка или что-то можем объехать, можем создать нового. Кстати, очень часто людям рекомендуют, чтобы не застаиваться, ходить по-другому, да. Ходить по-другому улицам, или если на работу или с работы, выбирать превозношно другие маршруты, то есть пытаться менять эту привычную рутину. Так вот с нашим мозгом то же самое. Даже если происходит какая-то катастрофа, инсульт или что-то в этом духе, у нас есть возможность задействовать те самые обходные пути. А вот твой когнитивный резерв, твоя натренированность, пластичность твоего мозга, это то, что дает тебе возможность находить и реализовывать эти обходные пути. То есть ты не страдаешь необратимо, у тебя есть очень хорошие восстановительные реабилитационные способности. Путешествия являются ли тоже развитием такого рода когнитивных способностей резерва? Я думаю, любые новые впечатления являются для этого важными. Новые страны, новые картинки перед глазами, другая кухня, другие запахи, другие люди вокруг. Смена этой обстановки это тоже познание на звонок? Да. Здравствуйте, добрый день. Доброе утро. Здравствуйте, Алиса. А вот я хотела спросить, это правда, что левша, которого переучивали на правшу, он потом после инсульта быстрее восстанавливается? Спасибо. Спасибо. Я не в курсе об этом, честно говоря, но, по-моему, сейчас практика переучивания левши на правшу отменена, людей не стараются делать другим, чем они родились, но есть такие люди, которые называются умным словом амбидекстер, люди, которые в равной степени владеют обеими руками, что левой рукой они могут писать, что правой. Леонардо да Винчи, по-моему, такой классический. В этой исторической книге я встречал, упоминали, когда люди еще рубились на мечах, бойцов, которых называли обои руки, люди, которые могли рубиться одновременно и левой, и правой рукой, они считались особо неприятными соперниками. Так вот, путешествия, да, путешествия совершенно прекрасный способ развития. Но опять, если люди будут ездить по всему миру, стерео поворщать, как здесь плохо и непривычно, это тоже не очень хороший знак. Что еще? Как ни странно, ну, понятно, учеба, новые языки, новые навыки, сейчас, кстати, есть для всех возможности онлайн-обучения. Когда-то еще были статьи, вот представьте себе, в колледж или в университет поступил человек, которому там 75 лет. Кто-то сказал, что я всю жизнь мечтал учиться, времени у меня, сейчас есть пенсия, время есть, деньги, я хочу поучиться. И сейчас, может, нам не надо совершать каких-то героических поступков, чтобы ходить с молодежью, сидеть на лекциях, хотя, наверное, в этом есть тоже своя прелесть для кого-то. Сейчас есть бесконечное количество онлайн-курсов. Язык, история, математика, физика, дизайн, мода, нет числа. И, насколько я знаю, вполне себе достаточное количество людей в возрасте, которые охотно этим занимаются. Все люди в возрасте, когда они вовсе-то не так уже заняты воспитанием детей, они не так уже заняты работой, у них вдруг есть время. И кто-то выбирает посидеть у телевизора у любимого канала, а кто-то выбирает эти вот новые знания. Они могут даваться со скрипом, они могут, конечно, хуже запоминаться, надо возвращаться и переслушивать, и снова и снова осознавать. Но еще раз твой когнитивный резерв укрепляется и возрастает. Твой мозг оживает и получает, ну, не знаю, как человек, который, наверное, преклонно в возрасте заниматься йогой, твой мозг получает былую гибкость. Ты не будешь таким, как в юности, но ты точно можешь стареть намного медленнее. – Кто-то, по-моему, даже вот из российских философов, ну, вот, преподавателей истории философии предлагал, как способ говорил своим студентам, прочитайте «Илиаду» и «Одиссею», просто, ну, не в оригинале, просто хотя бы даже в переводах там Жуковского и Гнидича, вот, чтобы просто чтение вот такого сложного текста, который требует усилия над собой, вот, восприятие, это своеобразный, вот, как бы, поход, спортивный зал для мозга, то есть, вот он сравнивал вот с этим, что, говорит, когда вы закончите чтение, вы обнаружите вот какие-то неуловимые перемены в своих каких-то способностях, вот, ну, то, что вас удивит приятно. – Вы употребили хорошее слово «усилие». Вот, все сейчас умеют читать, но это чтение, к сожалению, очень часто происходит без особых усилий, то есть, чтение какой-то, да не прозвучуя высокомерной макулатуры, которая не дает, не заставляет задумываться, не вызывает сильных эмоций, не заставляет остановиться и перечитать. Ну, зачастую, это мало что дает нам и нашему мозгу, и нашей личности, и чему угодно, но чтение, лекции, самая разная новая информация, помимо того, что это развивает нас самих, это делает нас, на мой взгляд, куда более интересными собеседниками, куда более разнообразными личностями, а становясь такими, у нас появляются хорошие шансы начать общаться с такими же людьми, а общение с интересными неоднозначными людьми, это тоже развитие, ты тоже вслушившишься в другого человека, ты тоже получишь новый канал информации. Кстати, о канале информации, так мимохода утвлекусь, известно, что один из факторов развития болезни Альцгеймера это глухота. Когда у человека нарушение слуха, мощный канал связан с окружающим миром, обрываются, и есть люди, увы, упорствующие, при всемном нежелающие носить слуховые аппараты, хотя это возможно, и это ускоряет нарастание деменции. Вот когда мы закрыты для чужих мнений, когда мы отбрасываем там чушь, ерунда и так далее, и так далее, и отбрасываем какое-то что-то нам кажется слишком сложным и неинтересным, мы точно также объединяем свою связь с окружающим миром, мы точно так же лишаемся новой информации, мы точно так же ослабляем свой когнитивный резерв. Следующее, что тоже давно уже известно, употребляли, разнообразные физические нагрузки. И еще раз, люди, даже люди с тяжелой сердечной недостаточностью могут найти нагрузку по себе. Есть цигун, есть тайцзи цюань, известная гимнастика китайская, где не требуют больших сил, не требуют просто двигаться, но это твой мозг, твое тело условия на другую культуру движения. Это тоже требует задействования мозга, задействования синапсов, это тоже определенная нагрузка повышать эту адаптацию. И не говоришь о том, что на сегодняшний день, ну, я лично в группе человек, который занимается боксом, а ему около 70. При этом, естественно, он не выходит на ринг спарринговать, он не выходит с кем дараться, он бережет свое здоровье и голову, но это опять другая культура движения, это интересная нагрузка, это интересная техника, это рост координации тела. И то, что сейчас можно найти в любой социальной сети и в объявлениях огромное количество курсов разнообразных танцев. Танго, сальса, что угодно. Не обязательно, когда тебе в 60 или 70 танцевать хип-хоп или что-нибудь акробатическое, но любой другой танец, он тоже на тебя действует, он тоже тебя развивает, он тоже разнорачит твой когнитивный резерв. Еще одна вещь, которая, когда я читал на эту тему, как ни удивительно, один из факторов, который назван способствующим развитию человека, это волонтирование, это бескорыстное делание добрых дел, это бескорыстная забота об окружающих. И тут я вспомнил, когда прочел это, я слушал одну лекцию о даосизме, об известном китайском философском направлении, философском, оздоровительном, как ему это очень мощная штука, и там прозвучала интересная вещь, лектор, он китаист с опытом, судя по всему, очень понимающий человек, он сказал, что у даосизма много практик оздоровительных, продлевающих жизнь и так далее, и так далее, но, как он сказал, многие авторы древности подчеркивают, все эти практики имеют смысл только если ты хороший человек, если ты не творишь зла, если ты стараешься творить добрые вещи, уважать чужую жизнь, уважать чужие чувства, не злословить, помогать, заботиться, помогать всем живым существам, не только людям, и так далее, и так далее, вот мне кажется, что есть некое противоречие, потому что периодически вылавливают людей, кто хорошо за 90, бывших охранников концлагерей, военных преступников, и так далее, наверное, это не абсолютное правило, я не знаю, в каком состоянии, доживаясь, с какими мыслями и чувствами, но, в принципе, что такое доброта к людям, что такое делать хорошее, это открытость этому миру, ты не закрыт, если ты способен чувствовать, слышать чужую боль, чужую проблему, способен сопереживать, способен отзываться, желание кому-то помочь, поддержать, и это не важно, ты помогаешь бездомным, ты поддерживаешь беседы кого-то из знакомых, или ты отправляешься помогать какому-то детскому дому или еще кому-то, даже собачьему питому, если вы просто едут в собачьи приюты, выгуливают собак, привозят им всякий корм, и так далее, и так далее. Я думаю, что это тоже форма открытости, это форма гибкости, я думаю, что доброта сама по себе очень целительна. Кстати, я узнавал людей, которые были в общем преклонном возрасте, и они не были людьми очень широкого круга зора, они не были людьми невероятно высокого интеллекта, они были людьми, которые очень любили всю свою семью, им было дело до всех в семье, своих детей, до внуков, до правнуков, до каких-то родственников, и так далее, и так далее. Вот эти люди, которых я знал, они в общем-то не впадали в деменцию, многие, кого я знал, вот это, наверное, открытость и вовлеченность в чужую жизнь и стремление любить, поддерживать, неравнодушие, это и есть, вот любовь, это очень широкий канал, который нас связан с окружающим миром, и до тех пор, пока мы кого-то любим и о ком-то заботимся, мы не замкнуты в колее, мы не замкнуты в изоляции, это точно не глухота, которая тебя лишает чего-то. Вот, вот, наверное, немножко резюмируя то, о чем мы сегодня говорим. Наверное, есть какие-то генетические вещи, которых мы не знаем, может, никого-то делают обреченным, не знаем. Есть направление протестантства, кальвинизм, где считается, что Бог заранее знает, чем кончится жизнь каждого человека. Человек сам этого не знает, даже если он должен всю жизнь стараться. Он должен всю жизнь работать над собой, он должен всю жизнь стараться совершенствовать себя и свои отношения с окружающим миром. Я думаю, что это работает и для религиозных, и для нерелигиозных людей. я думаю, что мы не можем точно знать, что нам суждено, но мы можем стараться быть открытыми новому, стараться быть открытыми этому миру, стараться быть добрыми, хорошими людьми и стараться все время по возможности без насилия над собой узнавать что-то новое. Я сейчас не говорю об этом ужасном термине выйти из зоны комфорта. Я говорю о том, что да, наверное, когда мы пытаемся что-то сделать, это требует усилия. Наверное, непривычное нам может поначалу смущать. Ну, не знаю, когда человеку говорят, пойдем в спортивный зал, пойдем на то, он говорит, ну, что подумают люди в моем возрасте, это даже неприлично как-то. Понимаете, это вот вопрос маленького усилия. шаг, другой, третий. Это не то, что ты сегодня пенсионер, а завтра ты акробат и каскадер. Нет, просто позволять себе не изолироваться от мира, не ощущать себя обреченным на доживание, не ощущать себя, как бы сказать, не терять себе интереса. На самом деле, каждому интересно о себе узнать, на что же я еще способен, а что я еще могу в этой жизни, а чем я могу, возможно, удивить сам себя, а не только окружающих. Мне кажется, эти вопросы и хороший аргумент, а что я теряю, собственно, если я пытаюсь что-то сделать, это очень помогает нам не стареть, очень повышает наши шансы. Говорят, что все как умирать, по-моему, умереть в хорошем состоянии ума, в ясности сознания и так далее, это абстракт и дорогого стоит. Как японский художник Хакусай, который, по-моему, на старости лет только начал писать картины и стал всемирно знаменит. Ван Гог тоже достаточно, нет, не Ван Гог, простите, Гоген достаточно поздно занялся живописью, был тот известных мастеров боевых искусств в Китае, который, ума с мастер стиля синий, который только после 40 лет начал заниматься всерьез. Примеров множество, примеров множество. Поэтому, мне кажется, все, что мы можем сделать для себя и для этого мира, это очень связанные вещи. Врач, психолог, психотерапевт Рейли Резник Мартов и программа Диагноз недели. До встречи в следующий понедельник. До свидания. Всего доброго. На одной волне с городом Радио Болгария Болгария